Ежедневно рабочий день для сотрудников Рязанского водоканала начинается со звонков от жителей города. Ведь об открытых колодцах чаще всего сообщают именно они. Зачастую воришки городского имущества орудуют на улицах города глубокой ночью, когда их никто не видит. Мы сразу поутру, когда приняли информацию, было сообщено в дежурную службу полиции, 4-е отделение полиции нашего московского округа, и выехали на место, где это именно случилось, кража. Зафиксировали все. Полиция в данный момент прорабатывает. Как было сказано, по горячим следам ищут. На улице Костачева, где пока неизвестные сразу украли 14 люков, была установлена камера видеонаблюдения. Сотрудники полиции уже изучают запись. Там, где нет большой нагрузки, вместо украденных чугунных люков монтируют пластиковые. Но они, увы, недолговечны. Не везде выдерживают и бетонные. Их, конечно, без спецтехники не поставишь долго. Зато надежно, говорит начальник водоканала по московскому участку. Мы временно накрыли крышками, не чугунными, а крышек на полимерной основе, полимер песчаными, временные. По диаметру где-то подходит, где-то не подходит, были приняты меры. А именно такого диаметра заказано, и мы ждем их в ближайшее время. Чугунные, они будут меняться на пластиковые, или, то бишь, на полимерной основе. Полимер композитные и прочее. Чугунные-то принимают, а полимер композитные, они не будут приниматься. Пунктом по приему металла принимать люки категорически запрещено. Но этот запрет злоумышленники обходят просто. Крышку разбирают на куски, и вот она уже просто металлолом. Только в 2021 году с Рязанских улиц было украдено 480 чугунных люков. О безопасности людей воры, похоже, не думают вообще. Уголовная статья, скорее всего, их успокоит. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».